Всем привет! С вами снова Юля. И сегодня я очень хочу продолжить тему цветотипов. Итак, зимы. Холодные, контрастные, темные. Зима это всегда яркая, контрастная внешность. Чаще всего на лице выделяются глаза. Они, скорее всего, будут либо очень темными, либо просто выразительными. Основная отличительная особенность всех зим это их контрастность. Это то, насколько сильно по цвету отличаются кожа и волосы, глаза и кожа. Часто у зим бывают белые-белые белки и глаз. То есть даже на таком уровне есть контраст. И, конечно же, как следствие, такая внешность выдерживает очень яркие, очень чистые цвета. Если зима одевает на себя красный, яркий красный, кровавый красный цвет, ее внешность не перекрывается. То есть нет такого, что ты видишь только платье, а человека ты как бы за ним уже и не видишь. Если это будет синий такой цвет насыщенной морской волны, то же самое. Зима не потеряется за этим цветом. Зиму не перекроет черный, зиму не перекроет кипельно-белый. Давайте разберем зимы. Какие они у нас бывают? Существует холодная зима. Иногда ее называют светлая, но я предпочитаю называть ее холодная зима. Там сразу видно, что такие холодные, голубые, розовые, фиолетовые тона в коже. Как они выглядят? Это могут быть голубые, лединки, глаза и черные волосы с холодной кожей. Кожа чаще всего очень-очень белая. Вот аж как у вампира белая. Это могут быть женщины элегантного возраста с сединой. Например, такая благородная седина. Глаза тоже могут быть, ну, скорее всего, какие-то светлые будут глаза. В принципе, это может быть и кореглазая брюнетка. Но тогда, смотрите, кожа, конечно, тоже будет очень холодных оттенков. Также вот эта вот холодная зима, она может быть подружкой лета, подружкой темного лета. Бывают такие цветотипы, которые сложно понять. Вот она кто? Она темное лето или она уже зима? То есть цвет волос средний, каштановый, но очень холодный. Глаза, ну, например, голубые. И холодная-холодная кожа. Приводить примеры знаменитости всегда опасно. Мы же их не видели в реальности, да? Мы видим их уже с фотошопом, с гримом. Все это, конечно же, искажает. Но, извините, надо же приводить какие-то примеры, да, чтобы это было понятно. Так вот, холодная зима – это Эн Хатой, если я правильно произношу ее имя. И также, я считаю, холодной зимой, помните, такой был фильм «Дьявол носит Прадо». Вот Мэрил Стрип, где она там с белыми волосами, вот она там как раз холодный белый цвет волос. И вот, да, такая внешность. Цвета, соответственно, тоже насыщенные и более холодные. Фиолетовый, глубокий синий, холодная фуксия. Если это такая более светлая холодная зима, которая вот так вот граничит с темным летом, то, соответственно, и цвета будут посветлее, немножко бледные. Бледный розовый, но холодный очень розовый. Это может быть черно-серый, не и синий черный, максимально черный, да, а вот черно-серый. Дальше я вам расскажу про южные зимы, либо темные зимы, либо глубокие зимы, как их еще называют. Чаще всего это брюнетка с карими глазами. Конечно, идеальная южная зима – это если она еще и смуглая. То есть, если она легко загорает, это, конечно же, тоже холодный цветотип, но они уже не настолько холодные, как холодная зима, да, как истинная зима. Они уже немножечко потеплее, и это дает им возможность носить менее холодные оттенки. Еще одна ключевая особенность этого – то, что они дружат палетками с темной контрастной осенью. То есть, они не такие контрастные, как яркие зимы и как холодные зимы. Приемлемы более приглушенные цвета, не такие чистые цвета. И так как есть в коже немножко и теплого потона, то хорошо идет как золото, так и серебро. Им очень идет бежевый, золотисто-бежевый цвет. Конечно, им идет красный, но они вполне могут носить какой-то терракотовый красный, он им может подойти. Ну и кто же это у нас из знаменитостей? Ну, конечно, первый, кто приходит в голову таким кардашием. Она южная зима, и все, что она носит, это подтверждает, да. То есть, она у нас тоже любит такие золотистые тона. Ее часто можно увидеть в каком-нибудь таком бежево-золотистом наряде. Кроме того, на ней хорошо смотрится черный. Ну, в принципе, всем зимам идет черный. Красные оттенки ее украшают. Монику Белуччи туда часто относят. Кэтрин Зетту Джонс туда часто относят. Кавказские девушки часто попадают под этот цветотипирование. Дальше у нас идут яркие зимы. Контрастные зимы, чистые зимы, ясные зимы. Как их только не называют. Самый контрастный из всех типов внешности. Вот самый контрастный. О чем это говорит? Что выстиранные цвета, приглушенные цвета, вот им к ним даже подходить не надо. Следующее, что важно понимать, это наименее холодная зима из всех трех. То есть, помните, я в прошлом видео говорила, что не обязательно, что ваша кожа и ваш цветотип должны быть выражены холодными или выражены теплыми. Температура цвета, она тоже варьируется. И есть такие типажи, которые очень-очень близко к границе. И это как раз тот самый тип внешности, где температура играет не такую значимую роль, как контрастность. Конечно, в них все равно больше холодного, но и теплые оттенки в них тоже есть. И это позволяет им носить какие-то более теплые цвета в одежде. Это означает, что они могут носить зеленый, такой немножко потеплее. То есть, если холодная зима, то это такой хвойный зеленый, в котором много синего. То чистая зима оденет насыщенный зеленый, это будет хорошо. Они могут носить мятный, но очень насыщенный, мятный цвет Тиффани они могут носить. Они могут носить ярко-розовый цвет. Этот типаж еще часто называют типаж белоснежки. То есть, помните, белоснежка из 7 гномов. Такая брюнетка с белоснежной, ну, поэтому она и белоснежка кожей, да, с такими выразительными глазами. Я не помню, какие у нее голубые или карие глаза. Ну, внешность очень такая ясная, очень такая выразительная. И палитра чистой зимы, она вот так вот идет рядом-рядом, и цвета очень похожи с палитрой чистой весны. Они как бы подружки, да. Но только, конечно, зима будет холоднее и темнее, и насыщенней, чем весна, чем чистая весна. И знаменитости часто относят к контрастным зимам Меган Фокс и Оливию Му. Характерно также, что и ту, и другую часто называют чистой весной. То есть, видите, о чем я вам говорю, что они очень-очень близко стоят. Но все-таки они брюнетки. Чаще я их вижу в палитре чистых зим, а не чистых весен. По теории, чистая зима даже может носить ярко-оранжевый, ярко-коралловый цвет. Да, вот он есть в их палитре. И, кстати, вот Оливию Мун я часто вижу в таком ярко-ярко-оранжевом. Представьте себе холодную зиму, пусть даже ярком-коралловом. Но это вообще-то катастрофа, я себя даже не представляю. Поэтому вроде бы тип 1, но на самом деле у подтипов есть различия в температуре, есть различия в контрастности. И это, конечно, надо учитывать. Сейчас я покажу вам кое-что. Вот эта блузка идеально бы подошла весне. Но я ее уже купила, я немножечко промахнулась. В принципе, я могу это носить, но это не мой идеальный зеленый, так как я зима. Мой идеальный зеленый, вот такой, более глубокий. Я надеюсь, что камера не слишком сильно все это дело исказит. Но вы меня понимаете, вот зима, вот весна. Вот она разница. Главная особенность, что в нем больше желтого, он такой немножечко потеплее. Вот этот зеленый, он глубже, он немножечко потемнее, и в нем гораздо меньше желтого. Теперь, собственно, желтый, который тоже долгое время был для меня загадкой. Вот он, мой идеальный желтый. Видите, такой лимонный, холодный желтый. Вот этот желтый, он тоже не слишком теплый, но он уже, вот сравните, да? Это уже не стопроцентное попадание, но в принципе мне тоже можно носить. Какой желтый я категорически не могу носить, так как я являюсь все-таки зимой, холодного во мне больше. Желтый цвета яичного желтка. О, это вообще совсем другое дело. Он мне совершенно не идет. Я даже не подступаюсь к таким вещам. Наверное, это было все. Возможно, где-то что-то я, как всегда, забыла упомянуть. Значит, либо я буду подписывать, либо скажу об этом в следующих видео, потому что это не последнее видео на тему цветотипов. Если вам интересно и полезно, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться, чтобы не пропустить следующее. Все, всем пока, до новых встреч!